Сегодня утром в том числе обсуждали Манджарибаучтани-чаритандыти. Шилгурдев кое-что сказал, что в других сангах я никогда не слышал. Мы все знаем, что у Махапрагу в Гамбиралиле три с половиной близких спутника. Сегодня Шилгурдев сказал что-то, что я никогда не слышал в других социальных социальных. Мы все слышали, что в Гамбиралиле, Махапрагу в Пури, он имеет три и половины близких спутника. И кто это? Сарупа Дамадар, то есть Лолита, это Романандарай, Вишакра. И, потому что до этого я все время думал, а где Манджариба-то? Радха, есть Манджари, нет, это странно, так не должно быть. И я думал, а где-то Манджари? And who is this three and half? Сарупа Дамадар means Лолита, Раванандарай means Вишака, and caution comments. Where is Манджари? Rather, here, Манджари, no, it can't be like this, couldn't be like this. And today Gurudev show openness. И сегодня Gurudev, он объяснил, он сказал, Гавин, да, да, слуга Махапрабу находится в Манджари-Бае, Шики-Макити и Мадави, они в Манджари-Бае служат Махапрабу. И он сказал, а откуда это? Рупа Рагунатха как в Манджари, где Манджари? Не-не-не, Рупа Рагунатха-Вриндавани, а там Гамбира-Лили, кто из трех с половиной спутников, кто близок к Махапрабу? Манджари-то Гавин, да? Шики-Макити и Мадави. И вопрос возник, откуда? Так сказать, Twitter-будет. И Gurudev сказал, ну, это откровение Бабаджи, я получил это в линии Бабаджи, мне так рассказали. М-м-м-м. И вопрос возник, где Махапрабу? Где Манджари? И Гудеев сказал, кто из Манджари в Монсвисе 3,5? Говинда? Шики-Макити и Мадави? И Говинда, he is in Манджари-Баба, but he is not mentioned as in 3,5, but Gurudev mentioned him always about Манджари-Баба. Обычно, то есть в эти три с половиной Говинда не входит. Но Gurudev говорит, что он близок, и что он в Манджари-Бабе. А так Шики-Макити и Мадави, они в Манджари-Бабе. And Gurudev told, we asked him, from where is Revelation? And he told, I received it from Babaji. They opened this secret. I received from them. And next, и следующее, что мы обсуждали, давал ли Махапрабу наставление по Манджари-Бабе? And next point, we discussed, is Шри Читаем Ахру gave instruction on Манджари-Баба. And for me, I not remember by what I I don't remember such instructions. Что касается меня, я не помню таких наставлений, чтобы Махапрабу давал наставление по Манджари-Бабе. Но Рупа Гасами is the second body of Mahaprabhu. And also, в той ситуации, когда, помните, когда Махаправу пришёл к Харидасу Атакуру, и в том же месте Рупагасами жил, вместе с Харидасом Атакуру. Он как раз только что исполнил сокровенное желание Махаправу, то есть своей Радики, и написал песню, четырестийшая песня, в которой раскрыл сердце Махаправу, его желание. Написал песню. И положил сушиться, он чернила написал, потому что он в Северной Индии, а в Северной Индии принцип написания чернилами, а в Южной Индии чертилами, они выдавливают буквы. И он положил сушить листочек на крышу. Махаправу высокий, он пришёл, смотрит на крыше листочек с красивым почерком, он привлёкся, и начал читать, и он так уйдился, он спросил у своих близких, я не помню, кого он спросил, как Рупагасами смог понять моё сердце Мадару. And then, Махаправу came to Харидаса Акуру his strong heart. In this moment, Рупагасами stayed with Харидаса Акуру. And... Что? Будет преданный пришёл к нам. А, рады, рады. Рады, рады, рады. Рады. And... Just before Махаправу came, Рупагасами wrote the verse. Рудич, he fulfilled desire of Махаправу. Means desire Рады, 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 рады. Махаправу just before, during that хатра, he expressed his feeling, radical feelings through the mundane song, love song, romantic song. And nobody can understand why he is doing this. But Rupagасами understand and he wrote this. And... Махаправу was amazed. He asked how it's possible what Rupagасами understood, realized my feelings. И когда Махаправу спросил у своих близких, как так произошло, как так произошло, что юный Rupagasami смог понять моё сердце, никто не мог понять, а он понял. Я слышал два ответа. Первый ответ написано «Читание черитами тика «Читание скаверач Гасами по твоей милости». Это знак того, что ты ударил его полна своей милостью. Один ответ. Так дал что он реально Гасами я не знаю откуда он взял, но это сто процентов, что это так. Один из преданных сказал Махаправу «Потому что он твоя Rupa». And when Махаправу asked his question how it possible young Rupa Gassami understood my heart. Nobody can understand, but he understood, he realized. Then someone who was close to him gave answer and I heard two kind of answer. One from Chantain Charita where Krishna wrote because of your mercy, you give him so much mercy. What is why he can realize your heart? You open to him your heart actually. And second answer I heard from Shilnaren I don't know from where he got it with but he opened to us someone who close to Mahapru told to him because he is your Rupa. Rupa Gassami is telling or Rada he is your Rupa Manjari or second version of how we can understand this phrase he is your own extension his body your body his hand your hand and one of Maha Pruba said because she your Rupa Manjari she your Rupa she is your Rupa she is your Rupa she is your Rupa who is your heart is you know no so it's it's like it's 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 А с другой стороны, есть ещё одно значение этой фразы «она твоя рупа». Чувства манджари, руки, ноги, уши, глаза, всё, это чувства Шимати Радики, настолько они едины, тадатма. Она действует через их чувства. Если она захочет что-то открыть миру, написать или сказать, она будет использовать их уста, их руки, их ноги, что угодно. Поэтому «она твоя рупа» означает, что удивительно, её руки, руки Рупа Гасами, твои руки, его уста твои уста. Поэтому Рупа Гасами поведал, открыл миру твоё сердце. Она твоя форма получается, твои чувства проявлены в Семанжари. И Рагунатха в том числе. В том числе чувства означают внутренние переживания, эмоции. Нет, мы говорим про сваруку. И второе, что значит, рупа, your second form. Мы говорим, your sense, your sense. Но в русском, sense means also feeling. Means, your feeling, your feeling, because Манжари is completely packed, consists from Шимати Радика's feelings. Рупа Манжари always absorbed in Шимати Радика's feelings. She is completely consists from her feelings. То есть, что означает, что Махапрабху лично, может, не говорил, не дал наставление про Манжари Бау, он лишь её показал, он её пережил. Но Рупа Гаслами, точнее даже его ученик Рагунатда Гаслами, открыл Манжари Бау миру. И все, кто в этой линии впоследствии также это делали, как, например, Шимати Радика's Самарадж Анандас Бабаджи Магарадж они принесли к этой линии Рупа Рагунатхи. Через них. And Махапрабху directly not gave instruction about Манжари Бау. But his Манжари means her Манжари. Рупа Рагунатда, especially Рагунатда. And who in that line Мишна Чикаратакурна, Ренгас Самарадж Анандас Бабаджи Магарадж who all in this line they open Манжари Бау. Можно я два слова ставлю, Радачиран? Вот пока не потеряйтесь. Конечно, конечно. Вот я слышал, что Гауранга вот определенно про Бадхананди он говорил этот Рагунатхи то есть упомяну у Анандас Бабаджи в комментариях есть упоминания такие что он как Рада как Рада в Лару повышал он их лично просил но в телах садок что знаешь, как Кришна пришел с любовью Радхики вот этой насладиться и он говорил что я не могу не могу это оставить записать вы это чувствуете я вам дам чувствовать а когда про Бадхананду значит он встретил Гауранга на берегу столько на берегу Емуны когда он встретил безумного про Бадхананду вот про Бадхананду Сарасвати он ему жаловался плакал ко мне приходят какие-то видения я не достоин это видеть и тогда Гауранга Махабрабу знаешь Бракти Ситханте он сказал это не твои видения это мои как Рада это мои чувства ты должен записать я тебе даю этот дар я тебя выполномачиваю и ты должен записать эти картины я не совсем понимаю на берегу Емуны Махабрабу встретил про Бадхананду Сарасвати Абадхананду да никогда не слышал такой эпизод да там же на ему него самат ты чё да 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 я знаю рады читай больше книг Абадхананду это я тебе беру комментарии я ничего не спекулирую я до такого не додумал я не сомневаюсь просто для меня это новое поэтому у меня пока это трудно воспринимается я поэтому хочу узнать подробности и когда они встретили что-то вот когда они встретились я тебе говорю вот диалог такой про Бадхананда знаешь а он безумный Гауранге сказали тут какой-то Вайшнав живет с виду вроде Шиваид он потом его узнал что первый раз он его там где-то в Гималаях встречал он его дядя был но вот он когда пообщался с Гаурангой да потом они расстались и вот он он пришел на берег Емуны и он плакал молился плакал пел Баджан и постоянно Харе Кришна вот мы знаем это место да я туда каждый приезд я туда хожу поклониться посидеть там Баджан Кутир его Самадхи и он ему сказал про Бадхананда говорит ко мне в какие-то картины значит он как практикующий предан как Садыка какие-то картины приходят я гоню их ну типа я не смею а они приходят и тогда Гаурангой ему сказал как вот как рада воплощенная да одна из воплощений половина он сказал это не твои картины это мои картины я тебе даю их и ты записать должен я знаешь я наслаждаюсь Кришной своим я даю их скажу суматам только вы сможете вот он уполномочил про Бадхананду также Рупа получил Рагунацу это типа как предисловие к Радарасу Суданидхи я тебе предисловие рассказываю это я его не помню я такое не читал не помню но выглядит именно так ладно and I ask Радаганда what's happened what Прабананда asked from Mahaprabhu he told yeah he asked he was crying because he had before already had some relationship with Mahaprabhu Mahaprabhu for him was something like uncle because okay he not explained this he just mentioned this and then he asked when they met each other on bank of Yamuna Pramanda asked from Mahaprabhu I'm receiving some pictures I see something very strange and I'm trying to run away from these pictures for me it's very strange what I see and Mahaprabhu is telling no no it's not your pictures it's my pictures what you see it's my things it's what's happened with me it's I'm giving to you yeah but it's I think you know you know it's известный fact and in the there are there are there are there are and what I wanted to I don't I don't think it's основ but I want to read right here we read 94 I can go I I can sounds like it's introduction with story introduction for Shira Sudani and he's replying yes yes it's in introduction of Shira Sudani but I thought very nice but I don't remember it just sounds like yes it's from introduction because all these pictures it's pictures how Manjari sees Shirmati Radhika what is Vishaka or Tungavidya could not see for him it was completely new and what he saw he was amazing and he's trying to he thought it's too much for me and he told to Mohaprabhu and Mohaprabhu told no 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 it's not your pictures it's mine and I am giving to you and now he want to read something from Vilapa Kusumanjari from Anandas Babaji Maharaj explanation about this yeah вот Vilapa Kusumanjari да я привожу пример какой стих чтобы я тоже преданным это 96 стих но я оттуда просто фразу возьму если у тебя бумажный вариант внизу это самый абзац последний 240 страница у меня да и вот я хотел бы прославить кто говорят что кто передал вот слушайте а тут выше тут целый стих как он плачет как его там сердце просто сгорает от разлуки он испытывает эту горел всегда разлуки в разлуке с Рагунатха да с Госвами окроплен щедрой милостью любовного сострадания Сигаура Сундры да вот о чем мы говорили выше я только сейчас заметил Джай Кришна мне написал что ты хочешь чем-то поделиться я просто не заметил я был увлечен темой извиняюсь да-да-да я просто поднял руку слышно да меня да читал буквально недавно к первому стиху комментарий Шелана подозвал он напишет прекрасно эту тему шмель наслаждается цветами но не бутоны манджари бутоны манджари увеличивают жажду шмеля наслаждаться цветами они манджари по имени манджари по форме и манджари по природе рука манджари бутон форма шерат рука манджари а шерати манджари Бутон любви шимать рать А ши веласа манджаре Бутон любомных игр шимать радостью Велас Вот как раз Что вы сказали Что Рупа манджаре Форма ши радостью Вот Радамадов Он дает Эвиденц From Commentary Андазлава Джимарадж On the first verse About how Рупа манджаре Or Рупа гасами His extension His One more Form Of Рупа махапрабу О шимать радостью Because In this commentary Андазлава Джимарадж Explained What Рупа манджаре Oh Манджаре Is a bud Of flower And the purpose Of the bud To increase Eagerness For the flower Not for Enjoyment Of a bumblebee But For increasing Bumblebee's Eagerness For the flower Nectar And For this purpose Рупа манджаре Is Expansion Of Shimati Of Shimati Radhika's Beautiful form Then Krishna Sees her His ignorance Of Shimati Radhika Increased His love His Passion Desire Coming Then Рати Манджаре She's expansion Of her Rati Means Passion Love She's Abundant Of Shimati Radhika's Passion Love And so on Мы возвращаемся К тому, что Ради Гавин Начал читать Ну это Радамадова Меня такой Наперёд Забежал Вторую Половину Предложения Он выхватил Вылил Изумительно И вот Продолжает Она тогда С Бабаджи Хотя это 96 стих Он является Вот о чём Говорил Радамадова Изумительно Добавил Сладостно Он является Рагунатха Наша Тулус Она Воплощение Вкуса Любви Господу Вкуса Любви Радхарань В разлуке Любви В разлуке Радхиной Вот воплощение Её Вкуса Любви Радхиманджари Is Embodiment Of the Test Of Love In Separation Shimati Radhika's Love In Separation В течение Долгого Времени Говорит Немножко История В течение Долгого Времени Он был Одним Из самых Близких Спутников Господа В Гамхира В Троицу Я думаю Там намного Больше Было Придано Это просто Читает Шаритамрита Цитата Три Три Сполаг Спутника Например Наш Духон Добавил Туда Гаминду А в другой Харикадхия Слышал Он туда Добавил Ярагуна Гавинды Гауранги И он Долгое Время Там Хиралили И также Был личным Свидетелем Уникальнейших Игр Экстатической Любви Рада Мохан Анандас Бабадж Марадж Wrote In his Commentary To Verse 96 Of Велопуху Саманджали Вот Арагунандас Гаслами Was Longtime Witness Not just He was Longtime Close In Team Associates Of Махапрабу In Гамбира Лила And he Was Witnessing The Amazing Bhavas Of Махапрабу Means Radikas Bhavas Да Анандас Бабадж Продолжает Продвинутые Тонкие Любящие Преданные Могут Понять Из этой Гамхир Лилы Если погрузить Туда Наши эмоции В сердца То мы Пожмем Насколько Сладостен Сладостен Гауранга Да То есть Рада Говинда И как Дорог Он Сердцу И Насколько Могущественно Влечение К Его Любви Или К Ее Любви Дорога И сейчас, говорит она, даже сейчас, что любящие и преданные, они теряют самообладание, когда их бьют высокие волны. Вот в этом океане любви и ратхики, высокие волны естественной расы любви и разлуки, когда они вспоминают это безмолвие в комнате гамсир. И даже сейчас, эти ратхики-девотицы чувствуют огромные, 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 огромные эмоции. И говорится, если мы действительно погружаем, погрузим наше сердце, когда вот реальный опыт в Баджане, тогда мы услышим. Вот, знаешь, где Рагунатха, это на Ратхакунде до сих пор. Мне лично Ананта Дасбабаджи говорил, Пранкришна, ну что, говорит, если ночью петь, действительно Баджан, вы услышите Рагунатха, он здесь. И тогда жалобный звук, знаете, некий звук какой-то, сейчас я опишу, Ананта Дасбабаджи нам, он входит в уши, знаете, плащ какой-то далёкий, далёкий какой-то. Этот жалобный звук прерывает глубокое молчание. В гамсире подобно стрекотанию кузнечика. Прости, ты мне просто сказал одну фразу, и я улетел. Ещё раз. Там, насчёт этого, насчёт плача. Сейчас я перейду часть. Я перевёл ту часть, что преданные, совершая Баджан, на берегу Радакунде, даже сейчас могут услышать плач Рагунатха с Госфами. Да, да. Заветящий Матерадику. Но сейчас мы не про Радхакунду, мы про Гамхира Лилу, что вот Рупа, когда он находился, помните, наше Рати, Тула съеду, вот в этой тишине безмолвной, то есть в играх они жили там. И тогда вот если мы погружаемся, тогда жалобный звук, да, вот в нашей, в нашей, да, вот, пещере нашего сердца, мы уж прощим жалобный, далёкий звук, который прерывает глубочайшее молчание. Да, вот это, а молчание, это, это же любовь Радхики в разлуке. То есть Радхика, вот, да, Гауранга, он горел, и рядом вот эта Рупа, которая чувствовала и записывала. И эта тишина прерывается чьим плачем? Плачем, кинкари, кинкари. Опять же, значит, они внешне отражают, да, вот наша Рада, да, она в разлуке, да, как Гауранга, он где-то вот, да, лежит, да. А кинкари это же чувствуют, как частицы, да, и они вот это, они это записывают, но они в полной мере это ощущают. Понимаешь, вот как они горят. And this deep silence interrupted by pitiful crying of kinkari, because they can feel her pain. Шимати Радхика, in separation, he's silent. Визмингамбиралила, she's silent. But this silence full of her very deep separation, and kinkari can feel it, her pain, her, I don't know what's in English, strong pain in heart. And she's crying, she wants to fulfill her desires, her needs, and she could not tolerate her pain. Шимати Радхика's pain. Да, и она тогда с Бабаджи, я продолжаю, вот описание такое историческое, да, кто был такой Рагунатх, что он, какую севу он творил, Ширагунатха даст Гослами всегда, представляете, всегда это 24 на 7, как говорит наш Гуру Дэв, Саду Баба, всегда был погружен в этот обширный океан любви Радхики в разлуке, поскольку он был в Пуре вместе с Господом долгое время, и в лилах он всегда следовал за ним по пятам подобно тени. And next, Рагун, Анадз Бабаджи Магарач, это лучше прочесть, потому что это звучит красиво, а мой английский так себе. Прочти, прочти, ну это вот, я говорю, 96 стих, знаешь, какой это последний абзац, вот большой, это там в середине. Рагунатх... Комментарий? Комментарий, комментарий, конечно. Рагунатхадас Гаслами не мог более терпеть боль, разлуки от Сламени. Это место? Всегда был, Рагунатхадас Гаслами всегда был погружен в обширный океан любви в разлуке. Вот эта строчка. Поскольку он был, помнишь, там слово «пуре» посмотри должно быть. Он был в Пуре. А эта строчка в этом абзаце где находится? Она где-то вот четвёртая или третья сверху. Ага, понял. Я просто прочту всё, что у меня есть, пока не дойдут того места. Я хочу читать. Я хочу читать, что у меня есть в английском. В русском языке, Рагунатхадас Гаслами не мог более терпеть, the pangs of separation from Сламени. The poison of the love in separation reaches his throat. His body, mind, and life errors are burning in the fire of separation. The Gаслами are embodiments of love and separation, and Sri Rагунатхадас Гаслами is the best example. Rагунатхадас Гаслами is indescribable. His heart always burns in the fire of separation. Day and night, his great priest of the Raganuga sacrifice weeps with tear-filled eyes on the bank of Radha-Kunda. Without eating, without sleeping, torn apart by the pangs of great love and separation, his heart so anxious to attain Sri Rada's intimate service. No, поднимись, Rada Tiran. Вот то, что ты прочитал. Я читаю, и... Выше, выше еще на три строчки, если подняться, там будет Raghunaschadass всегда погружен в обширный вот этот океан любви Радхики в разлуке. Я, я выжил этот обширный океан и пока не вижу в этом обзорце. Не, ну это простая фраза, ты можешь перевести, что ты, не парься, не отвлекайся. Рагunaschadass всегда был погружен в обширный океан любви Радхики в разлуке. И Raghunaschadass always observed in the white, so much white ocean of Shimati Radhikas means Mahaprabhu's separation. Да, поскольку он, Рагunaschadass, был в Пури, да, или вот в Нилачали, да, он был долгое время, говорит Анна Тадададабабы же, то есть вместе с ним долгое время в его вилах. И он следовал за ним по пятам, подобно тени. And he follows him, means Mahaprabhu, as his own shadow. И за это, да, как Господь Гауранга, он милостиво, милостиво наградил и излил на него величайшую, да, вот как рада и как Кришна, величайшую свою любовную боль, как рада. Вот это любовь Гаслами in form of giving to him his great separation. Да, я думаю, мы прославили Рагунатху и давайте теперь какую-нибудь это, заглянем, заглянем. Хотел наставление Махапрабху Маджарибави, закончить эту тему. Давай, давай, дорогой. Потому что мы к этому и подошли, мы это все об этом говорили. I want to continue about how Махапрабху gave instruction on Маджарибава. Он это не делал сам, он ее переживал, причем когда на пике своей лилы в Махапуре, то есть сначала он пережил радабху и потом под конец самое сладкое оставил Маджарибаву. Вот это вот, когда он переживал радабху, он еще как-то сохранял целостность своего тела. Но когда начал переживать Маджарибаву, все, руки-ноги стали разъединяться, он начал превращаться то в черепаху, то вообще что-то непонятное, абстрактное, запутанное. Маджарибаву, explanation, но он showed и 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 On the peak of his emotion, first he enjoyed Radha Bala, and then at the end, Manjari Bala. Before, his body was as one whole, not distracted. But then he started to enjoy Manjari Bala. He couldn't more control his body. The joints disconnected, and he became long and not. Or other way, he is hands and legs come inside of body. He became like a torturer. He showed, but not explained. То есть он показал Manjari Bala, но не объяснял. Это Гауранг, имеешь в виду, да? Да, это Гауранга. Вот. Какие наставления он дал? Он дал Шикшаштыку. Шикшаштыка – это Рада Bala. Но Ачари, то есть Манджари, они живущие её настроениями, когда они поют, Манджари, когда поют Шикшаштыку в Сан-Дхадеху, перед, например, Радой Кришной, Радом Оханом. Вот. Они погружаются в её настроениях, но они объясняют это с точки зрения Манджари. Вот это в силу Шикшаштыку. What he did? He gave his instruction in form of Шикшаштыка. And then he gave… Кстати, когда он дал эту Шикшаштыку? После того, как перед Джилман Жарибау, запутанным в один узел, и потом пришёл в себя, он стал объяснять Шикшаштыку. And then he gave Шикшаштыка only after he is enjoyed experiencing Джарибава. Шикшаштыка is Радабава. And then devotees that follow Мохаправу singing for Радам Охан, Шикшаштыка, they are absorbed in her feelings, in his Шикшаштыка, her feelings from beginning to the end. It's Shimati Radhika's feelings. But if we will ask these devotees to explain this, they explain from the position of Manjari, then in Шикшаштыка will come Manjari Bava. Но если вопросам этих предных объяснить Шикшаш, то они объяснят с точки зрения Manjari, они объяснят, как, да, это настроение Шимати Радхи, но они объяснят с позиции Manjari, то есть как они хотят служить этим настроениям, как они хотят вспомнить её желания. Таким образом, то есть настроение, то есть наставление Махапрабу о Manjari Bava, они проявляются через его спутников, через тех, кто последует за Рагуна Дазгасами. Вот так. The conclusion is Махапрабу not gave personally instruction on Manjari Bava. We received this instruction only through his followers. Это самое-самое тайное, самое сокровенное послание Махапрабу. И его дают в очень узком кругу. Оно так сильно не распространяется. Но мы можем услышать в очень узком кругу преданных. А если так и говорит Manjari, то да, как наш Гвардев говорит, Шилл Пруппада прославляет Шимать Радику в Бхагавадгите, но дело-то так, что не сразу ты не поймёшь, что он там говорит. Это милость, Расикава Ишнава. Бхагава Ишнава Ишнава. Шимать Радику с Манжари through the followers of Mahaprabhu. And how he is given secretly. For example, our Шилл Пруппада openly not telling about Manjari Bala. But if если кто-то хочет стать нормальным, то ему нужно принять прибежи у энергии наслаждения, то есть у Шимати Радики. Этим заканчивается Бхагавадгита. И как наш Гвардев ещё объяснял этот знаменитый стих Бхагавадгиты Сарада Аман Парития Джама Майкам Шарнамраджа. Он говорит, здесь Кришна призывает всех своих истинных последователей принять прибежи у его единственной возлюбленной Шимати Радики. Во Врадже. И also what we can read в Бхагавадгита в конце Шилапрабада is reading we heard so many times from Шилапрабада at the end of комментарии is finished. Шилапрабада finalizing his commentary on Бхагавадгита and what is the final instruction he is telling to us if you want to become normal take shelter of pleasure giving potency. It means become Manjari. And also how Шил God is explaining these famous words at the end of Bhagavad Gita. He is telling Krishna if you believe me if you trust me I am requesting you it is my best advice to you take shelter of my one beloved Ekam one beloved Shimati Radhika in Vraja means he is telling if you really trust me if you are happy become Manjari of Shimati Radhika to есть Krishna говорит в этом стихе знаменитом 1866 он говорит действительно мне доверяешь стань Manjari Shimati Radhika это лучшее что ты можешь сделать да то есть там не мне одной моей единственной да это как Radhika она же везде видит Кришну точно так же мы мы как если мы Manjari истинный да то мы будем видеть Manjari везде да Radhika 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 is telling if we are have this Manjari mood I think I'm Manjari I everywhere will see Manjari Radhika 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 да вот как раз хотел добавить по поводу Bhabha Bhabha Gita последних стихов в 65 стихе 18 главы Manmana Bhabha Madhika Radhika 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 пишет в комментарии последний абзац комментария что нужно медитировать на ту формулу которую лицезрел Арджуна Кришна стоящий в позе Трибанга с павлиним пером в волосах с флейтой но ведь Арджуна не лицезрел эту формулу и тут между строк можно прочитать послание Прабхата и вот как раз в следующем стихе переводит слово врач как приди и указывает куда нужно прийти во врач и вот возвращаясь к предыдущему комментарию я просто сейчас хотел историю рассказать из Падмакурана вот может сейчас переведете то что я сказал мне нужно перевести Радамадова иначе я забуду у меня очень короткое там пространство для того чтобы запомнить и перевести там две-три строчки вмещаются больше я все уже вмещается в следующем Радамадова is telling in Шилупа commentary for the previous стих for the previous verse 1865 before Sarvadharman Frityaja previous verse Manmana Bhava Bhakta this verse at the end of this commentary he is telling it's the best what we can do we can meditate means here this verse is telling to meditate on Krishna's form what what kind of form that form what is Arjuna is what is Arjuna is see what he see he see the tribangalita Krishna form means that it is this flute from Raja and when we can find more evidence in next verse because Krishna is telling to Arjuna for this purpose to see this Krishna you need to go to my Vraja Sarva Dharman Prityajja I left everything and go to my Vraja and there you will see me in this form I have have Vraja старое, в прошлом уже, но Арджуна начал упрашивать, Кришна отмекивался, Арджуна в итоге упросил Кришну и тот ему сказал, ладно, отправляйся, я вот сейчас очень не помню, к какой-то кунде, и там стоит храм Йога Майя, поклоняйся Йога Майя и она покажет тебе это. Падмапурана, в Паталакханда, в одной истории мы можем читать, в которой Арджуна humbly спросил Кришна, пожалуйста, объяснили ваши лилы, ваши прошлые времена в Враджа. И Кришна, я хочу сказать, открыть его лилы, но Арджуна был так, как сказать, insistент, он был так, он был так, он был так, он был так, и он сказал, окей, го к Враджа, и там, кунда, и там есть цепля, Йога Майя, и она покажет тебе мой лилы. И этот храм, если я не ошибаюсь, находился на западном берегу этой кунды, и Арджуна поклонялся Йога Майе. На западном берегу где? Вот этой кунды, я не помню название. Вот, и Арджуна поклонялся Йога Майе с помощью определенной мантры, которую Кришна ему сказал, и в итоге Йога Майя предстала перед Арджуной, сказала, что ты хочешь, и Арджуна поделился своим сокровенным желанием увидеть игры Кришны. И Арджуна поделился. И Арджуна поделился, и Арджуна поделился, и Арджуна поделился, и сказал, что ты хочешь. И Арджуна humbly спросил, что я хочу увидеть Кришна's pastimes здесь, в Вриндаван. Ага, далее. И Йога Майя сказал, ладно, если ты хочешь увидеть эти игры, сначала иди, прими омовение и возвращайся. Арджуна окунулся на западном берегу этой кунды и вынырнул с восточного, и смотрит, он в форме маленькой девочки. И рядом играют тоже девочки. То есть он видел Гопи, Саки, Манджаре. И они к нему подошли и спросили, а ты кто? Я не знаю. Как тебя зовут? Я не знаю. А кто твои родители? Я не знаю. Они начали расспрашивать, и в итоге Вринда сказал, ну ладно, давай играть с нами. И Арджуна, собственно, начал выполнять вот это служение Манджаре, его задействовали. То есть он помогал устраивать игры Рады Кришна, помогал обустраивать кунжу и так далее. И в какой-то момент Вринда-деве сказала, нужно выполнить одно служение, иди сперва омойся и приходи. И он окунулся на восточном берегу этой кунды и вынырнул с западного, как Арджуна. Переведите, я сейчас. Вринда-деве сказал, что Арджуна, ну, пожалуйста, возьмите снан, возьмите баф в эту кунду, absorb в эту кунду, и тогда вы сможете сделать, и вы увидите что-то. Арджуна came to the western bank, he came inside of the water, drawn, how to say, absorb, how to say, he go down inside of the water, and then he come out, he was already in the form of Manjari. And then he saw Leo, so many Manjari, Saki, and they saw new gold, and asked her, who are you? What is your name? Who is your parents? And Арджуна, in the form of Manjari, couldn't answer anything, because she doesn't know. She just told, I don't know, I don't know, and then Vrinda told, Vrinda, David told, okay, you need, again, go to the kунда, on the west, east side, go deep, and then you can do something. Арджуна, in the form of Manjari, go to the east bank, again, drawn himself in water, and come out on the western side, again, in the form of Arjuna. Ну да, ну то есть он совершал уже служение, он проникся вот в этой форме Манjari, и потом опунулся на восточном берегу и выплыл в западную Манjari. Так, подожди, подожди, а когда он успел совершить служение, она ему, он, она ему только сказала, иди снова, окунись, и он опунулся уже в вынурном форме Арджуны. Когда он успел совершить, она успел совершить. Нет, нет, я перед этим сказал, что они его задействовали в служении, то есть он совершал служение, а потом в какой-то момент она сказала, что нужно выполнить Севу, и перед этим нужно омыться. И он выплыл с западного берега, опять в этой форме Арджуна, он начал пактить, хочу, что это, это война, это царство, зачем мне это, я хочу туда, во Враж. И Сила Пропада как раз-таки вот в этом комментарии, то есть между строк пишет, нужно медитировать на ту форму, которую лицезрел Арджуна, форму Кришна с павлиним пером в волосах, в стоящем позе трибанга, играющем на флейте. И вот в следующем стихе он как раз тебе говорит, вот если ты будешь совершать вот этот Манмана Бао Макбакто, всегда медитируй обо мне, помни о меня. Ты придешь ко мне, Шаранам Вараджа, ты придешь туда, куда бросит твое сердце. Я потому что от себя кое-что добавлю. Я спросил, что Арджуна, он был в Манжари селом, когда он был в Манжари форме, и Радамадо ответил, что он сказал, что он сказал. Вот это, Вринда, Деви, вот он получил в Манжари форме, и после этого, он опять готовил на воду и кое-что идет от арджуна, но уже есть опыт из Манжари, и теперь он получил то, что он совершил в Манжари селом. И вот он получил так много интересов, так много интересов, очень классно. И сейчас добавление от меня, потому что наша тема — это Манджарибава. Наша тема — Манджарибава. Что значит увидеть вот эту форму? Шалапапада говорит, Манджария говорит, увидеть вот эту форму во Вриндану, что это означает? Это означает увидеть Радикиного Кришну. А Радикин Кришна — самый сладостный, это он с павлиним пером и флейтой. То есть Манджария не видит своего Кришны. Манджария — это Радикиного Кришны. А Нандас Бабаджи Магадаш в комментарии пишет, что если вы не видите Радикиного Кришны, вы увидите только Мадхореша. Даже во Вриндаване вы увидите Мадхореша. Если там есть Гопи, есть Кришна, но нет Радики, это Мадхореш Кришна. Настоящий Кришнов Раджа — это Радикин Кришна. То есть только Манджарий видит того самого Кришны, который с Радикой, этого самого сладостного, с павлиним пером и флейтой. Радикин Кришна — это Радикин Кришна. 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 Води на Манджаре, да? Подтверждай это знамя свамини. Ставь. Вот, вот, что я и хочу сказать. Арджуна же был в форме Манджарии. Мы же печальными стали. И в 83-й главе, которая называется «Игры Кришна во Вриндаване», Нарада спрашивает у Шива, как медитировать на Лилы Кришны. И Шива говорит, что даже если ты мужчина, медитируй на Игры Кришны, представляя себя маленькой девочкой, живущей во Вриндаване, которая любит Радику даже больше, чем Кришну, то есть медитирует на себя в форме Манджария. Мне нужно перевести. Как глава называется? 83-я, 86-я? 83-я глава Игры Кришны во Вриндаване. В том же патна Пурана Паталаканда, chapter 83, написано «Конверсация между Нарадой и Лордом Шивой». Нарада asking Lord Шива about how to see Krishna. И Lord Шива is explaining, if you want to see Krishna, you need to become a small girl in Vraja. and see Krishna as a beloved of Шримати Радика. It means you can see him if you have more love for Шримати Радика in this way. It means Lord Шива is telling to Narada if you want to see Krishna, you need to become a manjari of Shri Mati Радика. It's very interesting. So, you need to meditate on yourself in this manjari b'havi and then there is a short description of a shri Mati Rila. Suttagaswami tells you a short description of a shri Mati Rila with Marana. And on this Lila you need to meditate by the eyes of manjari. Rade, Rade. Спасибо. Высказался. Ну что, мы начнем? А, да, давай начнем, да. Согласен. Стих 94, да? Угу. У нас еще часик есть. Ну да. Так, 94. Да, удивительная, удивительная молитва. Давайте теперь начнем. Начнем. Now we'll start to read verse 94 of the Lapa Kusumanjali. О, Shashimuki. This verse started from this address. Ага. Ага. Погнали, да, да. Ага. Ага. Нивида-ма-да-на-ю-тхе прана-на-тхе насарт-хам О, Shashimuki. Да, и тамат-хура-канчи Ямадат-вистри-тасид Сашimuki. Сашimuki. Сама-йо-там Ха-ан-та-сам-бхаль-я немножко упоминает ее, да, в комментариях Ан-та-тас-бабаджи говорит, что Shashimuki, то есть рада, ведь она сияющая, она гаури. А Shashimuki, здесь вот это, да, будет причина, что она пока ждет поясок, она так погрузилась, значит, она танцует в этот момент для Кришны, ей не хватает этих колокольчиков, он не услышит и от этого она становится, знаешь, серебряно подобной. А почему? Вот такую. Ну, там в комментарии будет это место. Хорошо, хорошо. Висверс, Тулси Манджари started from the address Ооша-шимуки. Мун сэйс гео. Usually, Шимати Радика is a golden, she is a gauri. But now, she is ready to start to dance with Krishna. And she started, but she could not hear what she is need so much with uncle bell or bells on her sash, sash bells. This sound, sweet sound not coming and she couldn't without this. And because of this need, her mood is changed and now he is shining like a moon, her face shining like a moon. And I ask Rada Gawinda, why? What's the mood? What's she shining like a moon? And he is telling yes, yes, we're coming to this. Yeah, I, you know, I, you know, I, you know, I'm going to on the comments, to not be a song. Она тогда с Бабаджи говорит, с вами, знаешь, из-за того, что она забыла поясок, она начала скорбеть, скорбеть и, знаешь, как сокрушаться, и её лицо покрылось серостью, серостью от скорби. Понимаешь? Он прям посерел. Вот как шашемухи, как вот эта пепельно-серебряная луна она стала. Вот такую, но это всё та же радость, только такая, знаешь, скорбящая, ждущая её. Она танцует для него, ей нужны колокольчики эти. Рада Галлина couldn't resist his hearing, what is right? Address the particular place in commentary of one of the Zlova Jumaraya to explain why he's шашемухи in this moment. Because she wants dance for his pleasure. She's ready to dance for his pleasure, but then she just stepped, did first step, she couldn't hear what she's need so much. the sound of her bells on her sash. And due to this, she knows, he couldn't receive full pleasure without these sounds. Because in her in her decorations, complete harmony. All her decorations has particular sounds. Here, this giving some sounds, uncle bells, bells on sash, and so on. It's make like orchestra. Complete harmony. No sash, bells means no harmony. No complete sadness for Krishna. And she becomes so much sad about this, but she couldn't give him what he need to hear. And due to this, her face, due to she's so sad, her face become, how to say, like, you know, the golden color was covered by the layer of ashes, white ashes. What is why her face now is shining like moon, with silver, white color light coming. Yeah, and we should look at what like Rissuti, дорогие, like asked guru Dave, Sadhu Maharashtra, that we should look at look at look at look at the face Rathiki, which she she is she is is she is she 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 is she she is she 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 ты много наговорил. Ну, постарайся, если что, я повторю. Разбей. Радуй, радуй. Шимати Радика, she did her first step for dancing. He could not stop her dancing. She started, means she need to continue, but she's so sad because of absent of this sound, of sweet sound of bells on her sash. No sash, no bells, no sound. And she understood she could not give complete sweetness, complete satisfaction to Krishna, but she could not stop. And same time, her feelings inside are so strong, but they're coming out on visible, on the visible level, means on her face, but her golden shine, golden light, changed to the white. so strong. She's, she's, how to say, she's so sad, but she could not give to Krishna what she wants. But in same time, she could not stop her dance. like that. Вот такая, вот такая рада, до которой ожидающие. То есть, наша тулоси сейчас обращается, она восхищается. Восхищается, это называет во время любовной биты с возлюбленным Господом своего сердца, ты, о рада, опьянённое блаженством, ты забудешь, Забудешь в этом опьянении Блаженством твоим моханом В пещерке свой любимый Поясочек колокольчиков На бедра Сладкоголосых Где это место? Я так столько не знаю Это первое предложение Это начало стиха Молитвы А, это ты читал стих? Я читаю стих, да Я думаю, мы сегодня не успеем с него уйти Понял, понял, понял During intense Love, past times With Lord of your heart It's Tulsi Manjari She's addressing Shemat Radhika She's telling Oh, moon-faced girl During intense Very strong, intense love Past times With the Lord of your heart You become bewildered So You forget Your dear Sweet sash Of bells Where Where means Веласа Кунджи Она забыла Веласа Кунджи Да, да, да Мы сегодня об этом Сегодня об этом говорили Это Кунджи называется Веласа Кунджа Will you give me A thing О, я начинаю читать Когда ты дашь мне То есть это ты еще не читал Ну, прочитай, прочитай, прочитай Что? When will you give me a thing To go quickly back And fetch it Don't be so quick Go to the commentary Stop here In the words In these feelings Which is To Usmanjari Expressing From her heart Да, то есть Представляете Перед этим Ну, я так Маленькую предысторию Там, да Которая Рада с Моханом Они выходят Из Кунджи Да, то есть Они вот После любовного Она забывает поясок Они счастливые И там Так поют ее гопи Да, ее подружки На разных музыкальных инструментах Они Знаешь, как Так заводят ракику Что она Бросается в пляс Для него Знаете, как Она же Лучше всех Она хочет его Показать свой танец Но не от колокольчиков Она вспоминает Что забыла In this moment The Sakhi's Girlfriends Of Shrimati Radhika Means Lalita Vishak And ours They're dancing For both of them They're dancing So patiently So lovingly So beautifully What They create In Shrimati Radhika Desire Also to dance To express Her love For Krishna Through dance And then She Dugged up And started Her dance She found No sound Sweet sound Of her Such bells And why This Such bells So dear To her Yeah And where Is usually Shrimati Radhika Put her Such bells They Lime On her Higs What is What is To Simanjari Called her Varoru Here In this Verse Other Words Used But In other Verse We can Read About Varoru What She's Varoru Means The Girl With Very Beautiful Higs And Our Gurudev Is telling Meditate On her Higs Like Two Banks Of River Dark River Black River Да Это Ямуна Ямуна Это Касар Адхарани Вот У нас В зумах Было Это Русских Ямуна Means Her Braid Is Black And Has These Waves Like Waves On Ямуна Between Two Бен И вот Представляете Два Берега С Молодчайшего Вриндавана На котором На одном Кришна А на втором Радха И вот Эти волосы Это река Вот Это Ямуна Почему Она Черная Это Мысли О нем Она Знаете Родилась Была Курой Голубоглазой Девочкой Но Мысли О нем Им Почернел И вот Эти Волны Представляете Если Кришна Будет Идти До Своего Берега Он 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 Тонет Утонет Он Не найдет Рада Скажи Он Не найдет До нее А Рада Подожди Мне что-то перевести Слишком She Was Born As Blonde She Has White Hairs But Because Always Thinking About Her Hairs Become Black А Никогда Не Слышал Что Она Родилась Белыми Волосами А потом Волосы Стали Черные Это Мои Фантазии Мои Как Кинкери И вот Послушай Он же Теряет Сознание От одного Вгляда Взгляд Либо Один Поцелуй А тут Представляешь Река Мысли О нем Ее Любви Его Скорби Он Никогда Не дойдет И что Делает Рад Она Вот Этот Поясок Это Мостик Мостик Для него Чтобы он Перешел Скорее Пришел Чтобы она Ему Танец Хочет Подарить Она Вот Это В конце Любовь И он Почему Он круглый Представляете Как бы Казалось Мост Почему Он круглый Что Куда В каком бы месте Он не ткнулся Он всегда Попадет Всегда Попадет К ней Вот этот Поясок Подожди Этот момент Что Иначе Он не сможет Перейти Почему Он не сможет Перейти Ну понятно Что В этом образе Это Река Если Не будет Пояска Рада Если Не будет Поясочка Ну хорошо Чувствующий Мать Радики Не позволяет Перейти К ней Если Ее Подожди Вот как Поцелуй Один взгляд И он теряет Сознание Он не ощутит Ее Ее Любовь Не получит Понимаешь Рады Рады Ради С vier Семати Радика И Лост С cross the river from his bank to Shimati Radhika's bank because of strong stream of her feelings because just one kiss of Shimati Radhika and he lost his consciousness to make him aware what is happening he needs these sash bells sash bells in this analogy is a bridge which is connected to banks and someone can ask but the bell has cycle form not half cycle cycle form how you can explain this analogy yes because cycle means you can go in any direction you anyway come to the opposite side it means what's happened with Krishna during their love during their exchange of love in Shimati Radhika anyway he will come to her but by the sound of her sash bell and during her dance is Shimati Radhika giving to Krishna so much her love so much her emotions and love and to receive it to receive all this love he needs the help of the sounds of these sash bells these bells the sound of the bells and when Shimati Radhika is dancing these bells is singing very sweetly yes and мостик мостик вот эта река да изумительно вот этот мостик я помню как Саду Махараш где-то он в каком-то зуме он упоминал о том что помните он называл станьте шмелями да вот манджери как шмели вот пьют это сладость эти эмоции и колокольчики я Да, Саду Махарадж ставил на этом акцент Он что мы должны как колокольчики Знаешь, на этом мостике Это же мостик сламени Ее любить чувства И мы просто маленький звонящий Надо так спеть С друг с дружкой В этом цеве Чтобы ему так захотелось Вот такую рачку Какая она его ждет Сейчас Зовет Next explanation about the bells on the sash These bells They represent Радикас Манжари They also Taking place in this dance They singing, they helping They doing like this They, how to say, Supporting this dance And it's like If someone coming to the bridge It means this sash bells And this bridge has these bells And these bells By sweet sound They helping Krishna To make steps to the next band To come to Shri Mati Radhika Means Манжари always helping Always, how to say, Directing Krishna's moving Towards Shri Mati Radhika They helping us These bells On this sash And now Now, Shri Mati Radhika Understood what So needed Thing So needed This sound From the bells Of her sash Not on her And she needs so much And she is giving By eyes Requests She is Requesting by eyes To Tullu To Shri Mati Radhika Please Bring my sash bells And put on me Hiddenly And now To Shri Mati Radhika Running Towards Vyelasa Kunja Where Shri Mati Radhika Spent with Krishna In a love battle And now She is Taken With Sash bells And they are silent They don't want to sing They are not giving Sweet sounds And now To Shri Mati Radhika Crying To these bells As Представляете И здесь Commentary Она Называет Не колокольчики А как Общим словом Поясок Да Он Этот поясок Но с множеством С множеством Да Вот Из нас Капелек Манджерик Этот поясок Город Представляете Это пояс Радхарани Для особого Случая Да Вот Опьянить Мохан Он Гордо Молчит Хранит Молчание и чувствует себя оскорбленным и обиженным из-за того, что его забыли знаете, в насеву в насеву and then Туласи Маджари taking in her hands with Саш Анандес Бабджимарадж not telling about bells she's just telling about Саш but we can image what so many bells there and this Саш fearing himself be offended why he is so much proud about the service what he is doing how she means radical needs him but now it was left forget it and he he is feeling himself offended what is why he is silent he is not telling not giving sweet sound more yeah она тогда Бабджимарадж объясняет что все все и вся и предметы одушевленные недушевленные все те кто принадлежат Радхарани они обладают таким сильнейшим чувством близости с ней знаете они так дороги и она им так дорога не могу this невозможно да 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 поиск со своим положением со своим служением без него никак без Манджарии невозможно никак никаких встреч рада кришнину да да абсолютно правильно то есть молчит представляете ну так по-русски говоря молчат колокола должны петь и она несет а они не звенят даже надо я сначала думал ну наверное укутает она их а тут такой па они не поют они обижены и Туласи она понимает наша Туласи любит все что принадлежит фламени и она с такой любовью знаешь нежностью ну представляешь какой пассаж Радхика их ждет да они ей нужны для Радхики для Мохана и она обращается молебно к ним к этим колокольчикам обращается Туласи Манжари loves everything which is connected with Шримати Радхика so much и now сашбел is so dear to her she wants to bring сашбел to Шримати Радхика she wants to hear how сашбел is singing for Шримати Радхика but now these bells is silent because they are offended they are so much proud about the position how you Radha means you means Radha how you can dance for Krishna without me it's not possible Шримати Radhika couldn't reveal her love battle her love exchange with Krishna without Manjari is not possible it is a proud great position of Manjari no possible Radha Krishna close pastimes without Manjari and now Sash is silent and what is Tusi Manjari is doing she is understanding the feelings of Sash understanding and she is praying oh please don't be offended Шримати Radhika she is not forget your purposely she just it's not told not told yet Sash Sash bells so dear for Tulasi what she is not just taking with Sash but crying and listening to Sash cannot forget you purposely she forget because she was intoxicated by her love battle with her beloved she was intoxicated she was in ecstasy what is why she forget she was bewildered she was not in normal she was crazy what is why she forget yeah and Tulasi yeah what she one направ she she уговор it you go to you you so you you so there is a lot a lot of of so you are you 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 think that she could you could forget to you I 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 Ананта Парабу хотел что-то добавить. And now Тусиманджар is praying to the Sash, not just Sash as a whole. She is praying for each with bells. Each bell like persons. And she is telling how you all can think what Шмати Радика, forget your purposely. No. She loves you so much. She needs you so much. Да, и Туласи одно предложение добавить. Туласи прижимает. Надо наши гурдеви. Мы также должны в своих сварупов в сердцах прижимать. Туласи с любовью прижимает в свои груди. И она начинает целовать. Зацеловывает. Она умоляет их. И в конце концов охлаждает их нет. Так, что они сладочно начинают звенеть. Прямо как. Туласи Манжари. Она обрабатывает с Саш bells и хиппинг в ее сердце. И она кричит и хиппинг с белцем с саш. И она в этой свеетности в ее любовь саш белцем саш. саш саш сердцем. Она саш сердцем саш И она саш сердцем светле она . добавь ты там что-то хотел дорогой рады рады я хотел добавить просто у меня такая картина возникла в голове но аналогия может я просто сразу почему-то вспомнил представил как вот снимать рад кика это вот красивая дорогая гитара есть гитары которые очень красивые гитары они прямо инкрустированы там у них все прямо сделано так они не просто покорные там где-то скосы очень такие плавные дополнительные гриф такой да там вот все блестится и такие колки золотые с позолотой или чё какие-то да вот и и сама гитара обычно я сравниваю с женщиной за ее форм и я представил что вот взять вот такую гитару или выйти с такой гитарой но у нее не будет струн она классная красивая но ничего не сможет на ней сыграть она не будет звучать вот поэтому струны они все разные они же там не все шестые струны или все первые да и все разные они все звучат по разному повторимый вот и когда все струны там установлены да то есть одна гитара она прямо звучит то есть бах да нет хорошая она не а а а да абсолютно абсолютно ананта added one more analogy about this situation how shimati radhika started to dance for krishna but she found she's found but no such bells and he gave such next analogy just image the beautiful guitar you know guitar we are playing music on guitar the guitar has formed as a woman and many of the the uh describe guitar as a woman and this best guitar has so many decorations so much in um jewels so many things very nice guitar the uh how to say most uh uh the best guitar is uh very high price for real rare personalities who can allow themselves such guitar and now the musician coming on the sand to play music but he found he forget to put strings on his guitar the strings different six five four third second first they have different uh sounds but only always uh variety present then nice music coming in same way shimati radhika like this beautiful guitar this beautiful form coming but the strings not where means with sash with bells nowhere not on her and the sound not coming for the dance because she gave you some knowledge rather rather Why is this bell so dear for shimati radhika what they are singing And now why this bell is so dear for shimati radhika what they are singing Да, и вот С абсолютной точки зрения Это как Ананта Дасбабаджи Нам объясняет Чувства и желания Любви Радхики С вами, нашей Радхики Вот в этот момент, а мы знаем, она танцует Сейчас для него перед ним Нужен этот пояс С колокольчиком Чтобы Так неимоверно Увеличить его блаженство Шьямы во время Своего танца И увеличить его эротическое Любовное Опьянение во время Их следующей любовной игры И сейчас Ананта Дасбабаджи Махарадж Explains Почему Шматрака Нужен так много Саша с колокольчиком Потому что Она танцует для Кришна Существом 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 Виж Эзима Шматра battle with the next love exchange да то есть это не просто знаете ну красиво это будет красиво это его опьянит говорит она даже с вами не знает что это увеличит увеличит его эротическое любовное опьянение во время вот когда он будет смотреть этот танец эротик амороз интоксикация в сау дивен из эффекта кем вот почему говорит она за бабушек эти сладостные колокольчики на ее талии на ее бедрах так дороги слами не вот из вай лис бэлс виси сарш со ди анхио хикс со дир тус вами не да и говорится вот эта встреча да ну до этого да там где поясочек слетел пояс я немножко я хочу немножко добавить давай 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 рады рады как бы вкусное блюдо не было да она более вкусно только тогда когда есть хороший аппетит вот этот вот шумати радика она в этом смысле лучшее блюдо на пир на перу много блюда она сама лучшая блюда и вот чтобы до этого самого лучшего блюда дойти нужно иметь очень хороший аппетит поиск колокольчиком создает аппетит у кришна сильное сильное желание да 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 вот минц а столько а блюд означает там есть лали это вещь ака столько проявлений любящей материки вот он все всем темно ослаждается но чтобы дойти так сказать до пика то есть чтобы он получил все по максимуму нужно чтобы его поддерживать его жажду и вот эту жажду пей пение этих колокольчиков на поиск и и and i told to read a gavinda what on the thies if someone in the if someone in the people invited on the personality who is invited who is accepting offering many many dishes and one dish is a how to the main, the peak of the delicious, of the enjoyment on this feast. Jai Krishna, do you understand? Okay. And who can enjoy this last dish, the best dish? Who? Who has great appetite? Not sweet, not weak, not middle appetite, but great appetite because so many dishes before. Now Krishna on the dance, so many sweet sakis, Shmatyarodikas is present, Lalita, Vishaka, they all, expansion of her love, they all giving sweetness, all giving, enjoying to enjoy to Krishna. But how he came to the pinkle, how to say, the best dish, means Shmatyarodika, not be satisfied. Then something increasing, increasing his appetite. And these sash bells, by sound, when Shmatyarodika is dancing, increasing his desire, increasing. What he can enjoy always feast. That is the same. Let's start. Kungja. Любовные, да, личные, личные, вот эти сокровенные, да, прошли развлечение. И сейчас югала Кишора, да, рада Мохана, рада Говинда, они сидят на драгоценном троне, такие на лужайке, в окружении своих подруг Сакхи. И для наслаждения Радхи Кришны Сакхи так изумительно сладостно танцует и погруют на множестве музыкальных инструментов. Just try to image what's happening now. Рада и Кришна sitting on the throne and in front of them Шримати Радхи Кришна Сакхи is dancing and singing and playing on different musical instruments for their enjoyment. We can only image what kind of music now sounds we can only image what kind of songs they're singing with songs about their mutual love to each other. Иногда они поют и играют а иногда просто играют. Знаете, такое музыкальное. Sometimes they're playing and singing sometimes just playing on the musical instruments. Как же сладостно, ритмично и очаровательно играют барабаны. Как сладостно, победоносно звучат караталы. And how sweet and this sound bring victory this sound coming through the caratals. Как сладостно, да. Их жесты, их танцы. Этих подруг. Как же сладостно, они поют и наслаждаются расиками и играми, да, своих. How sweetly they're singing and how sweetly they're enjoying by Rasa Lilas, means Rasa play, Rasa games. И наш поэт, Видеопати, он, да, вот эту картину подчеркивает, он ее поет. Как же сладостно, они поют расика песни о чувствах, о любви Рада Мохам. And now, Видеопати is singing. How sweetly they're singing, means all this Saki singing about their mutual love. Rasa Krishna's love to each other. Они так сладостно поют, что Радхика, представляете, она сидит с Мохами. И она взлетает. Она хочет, знаете, она хочет добавить вот свой цвет, свою краску, свой танец. My Rasa is sitting close to the Krishna on the same throne. But she is so much our realm by they singing and playing on your musical instruments. What she wants to add from herself, her feeling towards Krishna. She wants to start to dance. She wants to fly on the ways of this music. Да, и наша Радхика встает и присоединяется к своим подругам. Она начинает танец. Представляете, Рада танцует. Для него Ашья Масундра сидит. Он любуется и играет пока еще на флейте. And now, starting her dance for her beloved Krishna and he is so much enjoying by looking on her dance and at the same time he still continues to play on his flute. And now, Babaji Maharaj is asking what kind songs they sing and he's answering these songs they own compositions. They composed. These songs was born take birth in their hearts and these songs is spring season which is for this spring season the ragas is a husband. Еще раз сравнение про весну и ираги. Еще раз, чтобы я мог говорить. Рада Тиран, тут так запутано, так изумительно, значит, такой орнамент, что тут можно голову сломать. Но по сути дела, знаешь, они поют, я своими словами скажу, как я это понял, я думаю, это так. Они как бы заменяют, как бы не напрямую поют, а радхи и говиди. Знаешь, вот пришла весна, она влюблена в жвену Купидона. Весна – это математ. А мелодия рага – это Шимати Радика. Да, 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 да. Значит, так переплетено все изумительно. Радаговин сказал, I asked him, can you again read this part about springtime and raga, how they connected. He told, and he told, it's so complicated this subject. It's difficult to explain and difficult to understand, but what I understood, what is my feelings about this place and commentary, now Sakis, they not think about love exchange between Radha and Krishna directly. They not mention their names. They tell him, they call him Krishna like spring season, Madhava, spring season. And about Шимати Радика they tell him raga. Yeah, we continue to text and comment on Ananda with Babusha. Radha Raman Rada Raman, he sits on this and on the Lúz, he plays on the flake, and вокруг him other variety on the instruments. He doesn't dance. He doesn't He says, he hears it. Ну, представляете, вот танец, даже в этом мире, вот этот танец живота бёдрами, какой изумительный, сводит с ума мужчин. А ты представляешь, рада, для образцового сахара она танцует. И ей не хватает вот этой, знаешь, пения вот этих, вот этот колокольчик она замечает. Ну, Кишина sees, he sees how the most beautiful girl on route, Шримати Радика, dancing for him. And even in this world, when a beautiful lady is dancing, the dance of a bell, it makes a man, a male person, completely bewildered, completely captivated. By movements, by the sounds, which is coming from this. And now the best, the most beautiful woman of all worlds, Шримати Радика, dancing for her beloved. And what she's found? No sound of bells from her sush. С вами, не представляете. Вот как Антошка изумительно это дополнила. На гитаре нет струнов, даже пришла играть. Now, what's happened, how Антошка издает. Шримати Радика came as a beautiful guitar to play music. She came to the sand, but found, she forgot, put a string to this guitar. No sound. The guitar has so much, so beautiful, subtle, beautiful form, but no strings, no music. Да, дорогие преданные. А мы с вами, помните, читали в начале, да, вот начало игры. Как они дорогие. Для чего ей нужен? Для опьянения. Он, герои, еще играет на флейте, еще пока создание. Ну, как это так? Почему она нужна с саджбелл? Потому что, как мы говорили, потому что она хочет сделать его intoxicated с эротическими эротиками. Она хочет, чтобы его сыграть. Она хочет играть для него, который он уже играет на флейте. Но он еще идет на флейте, но он не знает, он знает, что он знает, он знает, что он хочет играть за него, потому что он делает его имя. Ведь это же, знаете, она хочет отдать всю себя изумительным образом, для него новый, вот она хочет нового, новый танец, новый звук для него, новые песни, вот подарить себе новую, опять же в миллионы раз это все увеличено, усилено. She wants to give herself completely to him, by the help of this music of such bells, something new, new things, new sounds, new songs, new music. И тогда Радхика вспоминает, знаешь, она вернулась туда, что значит вспомнила, она же вспомнила, при каких обстоятельствах она его потеряла. Она вспоминает, что из-за любовного экстаза, мы все знаем, что они были одни, они были в пранае. И вот настолько это было, да, сильнейшее, да, ощущение сламини, что она дарит любовь, да, получает от своего муха, да, и в экстазе она забыла, забыла одеть. И глазами, глазами она подмигивает тулуси нашей. Она вспоминает. how in previous love exchange, previous love battle with her beloved, there was so much won, so much in unity, so much in pranaya, so much strong, intense ecstasy, what she forget about her such battles. And now she's giving hint, her beloved, to Simanjali by her eyes. She's doing like this. I don't know if you can see. She's blinking. Yeah, we have to understand, that's what's going on. It's a dance, представляете, сидят в гопе, танцуют, рада, прима-balerina, она эпицентр всего. И вот в этом, представляете, в таком карнавале раденько, взглядом, еле уловимым, не уловимым для кого, она просит её бегать быстренько и незаметно принести эти колокольчики. And now, я не всё смогу перейти, что за прима-balerina, я не знаю, как это перейти на английский язык. То есть, ну, центр, центр танца, знаешь, вот. Главная роль у кого, и прямо-balerina. Now, she's the main dancer on the scene, the main dancer for the Krishna's pleasure. She is completely in ecstasy, but she found something very important, which is not, what is accent. And she is hiddenly, very subtle, in subtle way, she is giving hint to Tulsi Manjari, what ours couldn't see this. Oh, Tulsi Manjari, quickly bring my sash bells, bring and hiddenly put on me. Да, тайна самая главная, да, то есть незаметно. Literally? Secretly? Да, да, секрет. И Tulsi, конечно же, бежит в кунжу, да, она хватает этих, находит колокольчики, бежит обратно, находит его там, да, но они, да, он, эти колокольчики, да, этот поясок, он гордо хранит молчание, и он чувствует себя оскорблённым, что его забыли, забыли одеть на любовную сцену, вот на это действие, Радхарани, на танец о свамине. Как? Now, Manjari, quickly running to the last a kundja, she is taking these sash bells, and this sash bell is proudly silent, because how possible would he was forgetted by beloved swamini for the next love and send with dance? How she can't forget him? Да, ну я от себя добавлю, я думаю, если будь я как кинкери, эти пояском, я бы пополз, знаешь, там, в ту сторону. I need to add something. I'm using he for the sash, because it's in Russian, in Russian language, sash is masculine gender. By this reason, it's written in our commentary, in Russian version of commentary, he is, but everything what on shimateradrka is female, is manjari, they all have manjari bava, everything what, all decorations have manjari bava, means female, all have female nature, but because of, just because of our language, Russian language, we're using this word he. And now, она тогда с бабаджи, да, провозглашая, да, те, кто, или кто, принадлежат, радхарани, да, мы должны, вот их сердце, их чувства, и любых любовь, они обладают таким сильнейшим, очень сильнейшим чувством близости, единения и радства с ней. И я перевел это чувство тех, кто имеет такие близкие отношения, и что? Близости обладают таким же, ну, то есть, необычайно, то есть, знаешь, они близки, привязаны, любят. Ну, ты правильно все перевел, Рада Чаран. Туласи, соответственно, Туласи, да, наша Туласи, она ведь тоже принадлежит свамини, и, конечно же, она понимает этот поисочек, и она любит все, все, что принадлежит свамини. И потому, что Туласи Манджари очень интимно, очень близко к Шимати Радика, она может понимать благословительность этих сажбелл. Она может понимать ощущения сажбелл. Да, и она, наша девочка, вот представляете, как Туласи, да, Туласи, служанка, Даси, подруженька возлюбленная, сокровенная, интимная, она говорит колокольчиком, вы же мои хорошие, я не могу терпеть, когда вы отвергаете меня, почему вы молчите? Мои ж хорошие, свамини забыла вас, вы что, не помните? Потому что она была опьянена, рада, не мог она, рада была опьянена глубочайшим, эротическим, любовным экстазом, и сражением. Вы так дороги ей, говорит Туласи, Туласи продолжает, вы же ей так дороги, неужели вы, как вы могли подумать, что она специально забыла вас? You are so dear to her, how you can think, how possible to think what she is, forget you purposely, means rejected, because you are so dear to her. Да, и Туласи, с этими словами, Туласи прижимает, прижимает, знаешь, как эти, груди к своей, эти колокольчики, и она начинает их целовать, она зацеловывает, умоляет их, в этом моменте, Туласи Манжари is putting these such bells to her heart, and kissing with tears, kissing with bells, and she is pitiful praying to these such bells. Yeah, и такими, вот этим личностным, знаете, как два, две вещи, которые, дороги Радхарани, любимы ею, да, они договариваются, и колокольчики, да, охлаждает их пыль, вот этими поцелуями, да, нежностью своей, наши Туласи, и наши колокольчики начинают сладостно иметь, как и прежде. И Туласи Манжари, by her sweet and soft love to such bells, she cooling the anger mood of such bells, and now, gradually, the bell started to sweetly sing. Да, и наша Туласи добежала вот до этого карнавальной, кунжи, да, полянки, она вбегает, вбегает, и что же она видит? And now, Туласи, running towards this place, where Shima Tradika started her dance, and what she sees? Да, она видит, как нас входит в собрание саки, и она видит гопи, которые танцуют, и окружают радуж, яму. And before, Radhika and I told, try to image what everything was happening with Tuls and Manjari happened with you. Shima Tradika gave hint by her eyes to you. You coming to the villa Сакунжа, you taking the sage bells, you praying, you crying to the sage bells, and now, you bringing the sage bells to that place with Shima Tradika surrounded by the gopis, dancing for the pleasure of her beloved Mohan. Да, и нам тогда с Бабаджи задают вопрос, почему? Почему здесь ее называют? Вот эта девочка, которая на Шатуласи вбегает, она называет ее Шаши Муки. And now, Махарадж asking, why this this girl means тулу с Манжари адрес Шимати Радика с Шаши Муки. Да, то есть это серая такая, знаете, пепельно-серая, сияющая, излучающая, но пепельно-серая, уже не Гаури. Да, называют Шаши Муки, что лицо подобно луне с пятнышками на поверхности? Because now the light which is coming from Шимати Радика's face is white color because her golden face is covered by the ashes of her pain inside what she couldn't fulfill Кришна's desire. These ashes mixed with her golden skin created with silver or white color light. What is why she is calling her Шаши Муки? Да, и когда Туласи вбежала вот это сапрани, она видит, что лицо славени, да, вот это изумительное, да, лицо ее возлюбленной Иракхики, оно покрылось серостью, серость от скорби, знаешь, как она переживала, знаешь, как гитара без Tulsimangeri sees how Шимати рад his golden face is covered by the gray color of ashes of her sadness. Да, то есть, знаете, как славени. Ну, красивый танец, но гитара без труда, Нанка, изумительный ты вообще. Это мне. Yes, now her dance is beautiful, amazing, but it's not complete sweet because of this guitar without strings. Yeah, то есть, наша Tulsimangeri видит, поселело лицо, можете представить, просто вовразитель, блага уристала шашемуки, луна серая, то есть, она так сокрушалась, что нету, нету гитар, ну, как я танцую, ну, как танец без, знаете, без вот этого пояска, а она хочет его затащить на свой берег, новое, новое ощущение, новую любовь, новые поцелуи. And now Tulsimangeri sees how her gauri faced Shemati Radhika, her face become gray, gray color because of his ashes, of her sadness. It's same like guitar not giving sweet sound because no strings. Shemati Radhika wants to bring Krishna to her band for the new love, new emotion, new bhavas, but she couldn't call him enough because no strings on her guitar, no such bell sound. But at the same time, dance is going on. She could stop herself. But in the same time, should see this tale and this tale. And desire of Shemati Radhika what nobody can see this secret task what she gave to Tulsi. And she is a ballerina, she is center dance, she is a center and everyone looks to the center, looks to her. door. How is coming, how is is for the Tulsi Manjari to fulfill desire of Shemati Radhika by putting her sash bells on her hips in such way that nobody notices this. And Anandas Babaji is asking from the first phase, from the kinkari's position, what can I do? How can I do it? Yeah, and we must remember, I add to that we know, this struggle, this struggle, this secret love task between Radhika and Tulsi now, their coalition. And now we must remember this secret coalition between Radha and Humangari. And how now Shemati Radhika giving the chance, how she can give the chance to Tulsi Manjari to put her sash bells on her hips. And it seems like occasionally her upper part of her dress fall down. Shemati Radhika may be like with something falling down to Simanjari in such way that nobody notices she is quickly coming and putting this in same place in same time invisibly for hours putting her sash bells on her hips. in this way now Tulsi Manjari is creating the bridge between two banks from one to other banks. A why this new is because this dance was amazing he became so каким сладостным танец ламени теперь сопровождается новым злоном колокольчиков на её талии, на её бёдра. Знаешь, я хочу добавить. Разлука добавляет новизны. Да-да-да. Поиск колокольчиков испытал разлуку, пошли материалить, теперь он звучит по-новому. Да-да. Тоже. И поиск колокольчиков оба прошли через разлуку. Оба прошли через сильные переживания, теперь они звучат по-новому. Да. And now, then this sash bell again on place. I'm before told, this bridge helped the person to come to new world from one world to other world. River dividing the world on two parts. One word, second word. Person living on one world and by the bridge coming to the new world. What means new? Shimati Radhika before she feels a particular kind of separation. And the bell also received a particular kind of separation with Shiswamini. And now, after these strong feelings, they sound, they're giving something new. the bells singing more sweetly than before. The dance of Shimati Radhika with sweet bell sound became more sweet. Something new came for the Mohan. Shiswamini. Да, и вот, представляете, вот, что, что, какую сэву выполнила, да, служанка наша, кинкари. Она тогда с бабочкой с большой буквы пишет всё предложение, каждое слово. Счастье сламени. Знаете, как самый высочайший пик вообще во всех вселенных. Да, гора. Просто невообразимо. Счастье сламени невообразимо. Неизмеримо. Да, и вот, если представить, давайте ещё одну такую маленькую картинку. Из Вишака Анандастотра я добавлю, да, вот, как Вишака Радхику. Вот, если представить, представляете, вот, ледяная гора, да, вот этот пик, пик, которого нет, неизмеримый, да, где-то на макушке озеро. Голубое озеро, но оно всё в белом, в белом, да. И вот, вот это озеро, это ведь её любовь. То есть, всё, что нужно, да, в этом озере и на поверхности плавает чёрный в одиночестве. Один чёрный лебедь. Ума, сердце, любви Кришны. И это озеро всё ему даёт. И это озеро всё? Всё ему отдаёт. Все желания исполняет. Но это рада. Рада. Свон is gliding. One swan, black swan, means the Krishna's mind is gliding on the surface of this lake and this lake giving all pleasure to this black swan. to be loved by this dancing. This happiness is not possible to measure. and our Toulouse, our Guru David, Guru Kinkari, блаженство Toulouse, её океан, её сердце, её любви выходит из берегов в этот момент. In this moment, the happiness of Toulouse, of our Guru Devi coming out of the borders from her heart. Блаженство Toulouse, так же, как и Радхина, не знает границ. И она понимает, что служение было успешно. Ashtonika's happiness doesn't know the borders. The happiness of her Toulouse, of her mates also doesn't know the borders. Да, её служение было успешно. Знаете, как она чувствует такую Ананду, такое счастье. Она видит такую счастливую Радхину. Because her Slamini become successful by this reason, she feels so much happiness in her heart. И внезапно видение исчезает. И Рагунатха поёт, молится и плачет. Я забыл, как это внезапно. Suddenly, suddenly the view is stopped. All of his pictures disappear. And Raghun does go again in his Sadekadeha. Just try to image how much happiness, how much sweetness to Lusimmanjari filled in this service, how she was successful, how she served so nicely, so successfully to her dear Slamini. And now all this disappeared. And she again alone on the bank of Raghun. now not she, now he Raghun does go with Slamini. Raghun Gavinda, у меня уже время подходит, всё уж, там как-то это... Ну всё, давай последнее предложение, мы же заканчиваем, я читаю. Ещё вот одно предложение. Ага. Да, Тулуси, вот эту скобь, нашей Тулуси, нашего Рагунатхи, то есть он обращается к ней, о велосинь, гордая, опьянённая гордостью, своей любовью, как забудешь, когда же ты забудешь этот колокольчатый пояс? После эротического сражения с Господом славей жизни, когда же ты не сможешь найти его? And now at the end Тулуси, Манджари и спрэнтуши, Матерадика. О, Рабе, когда ситуация случилась, когда ты прудешь, когда ты в your love intense экстракт battle с Кришна, ты забудешь о ваших сажбелл. И ты дам мне показ , чтобы это к тебе. О, Ширата, когда же ты мне подмигнешь, только для меня, секретным, знаете, тайным знаком, чтобы я нашла и быстренько прибежала, вернула тебе его, о, лулина лика, шаши муки, чтобы доставить тебе счастье, я всегда вечно исполняю лишь твои указания. буду. Я прочитал два молитвы прочитал, потому что я первый раз перевел собственными словами. О, веласене, кто ист рад от твоего любви, когда ты забыл твою сладую любовь бельку, после умерения и эротичной борьбы с Господом твоей жизни, ты и 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 Моши Раде, will you give me a hint to look for it and quickly bring it back to you? О, moon-faced goddess, just to make you happy, I will always follow your orders. Раде, раде. Спасибо. Сладостно. Чувствуется такое погружение туда, в эту сцену. Получается. Спасибо. devotees. Спасибо Раде, которые обслужили нас в этой очень красивой и красивой Манджаре сёровой picture. Сен. Спасибо, дорогие преданных, за вашу шраванию. Спасибо, мои довольцы, за ваш шраванию, за ваш слушание. Раде, раде. Спасибо, раде, раде. Спасибо. Может быть, дополнение. Спасибо вам большое. Раде. У меня, к сожалению, нет возможности сейчас уже переводить дополнение, только если несколько слов. I could not translate so much, but if you have some few words, you can add now. Спасибо, рады, рады. Спасибо всем преданным. Анантушки, Гавраприи, Тотагапинат, Радамохан, Джайя Кришна, Анантадас, 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 Майя, Гавинда Махини, да, здесь у нас сегодня. Матушка Матхави, да. Спасибо, дорогие родные, спасибо. Был очень счастлив, рад с вами, да, в это погрузиться. Надеюсь, не сильно это отходил от Сопгуру Дэви. Спасибо, рады, рады, рады. Изумительные твои перепутки. Рады, рады. Рады, рады, спасибо большое. Сладостно. Рады, рады. Ну, гитара, Анантушка, вообще, ананта, я просто говорю, аналоги бад-гитар. Вчера, мы вчера здесь в храме, собирались вечером на поляне, там разожгли костер, приехал тоже мой друг Марнова из Петербурга, и мы вчера делали вечер такой, ну, пели Хари-Кришна-Матру, я принес бас-гитару, просто у меня бас-гитара есть еще, и все увидели, и все, когда смотрели, у всех был такой интерес, о, бас-гитара, о, бас-гитара, акустический бас, это акустический бас, все такие, ничего себе, и все подходили, у всех был интерес, если гитара классная, красивая, она всегда, ну, вызывает интерес, вот, а если она еще, если это еще топовая, например, гитара, у нее всегда еще и звук классный, ты просто там берешь там по струну, как бы, да, Ударяешь по струне и там она Лучит, например, там Высокий или низкий А если еще там Пройти и сыграть что-то Какие-то несколько То это сразу погружает Потому что когда идут такие звуки Ну и в общем красота всего И у меня естественно Вот что-то все вот такое В голове Антез объяснил Антез объяснил Антез объяснил Why he gave this example With guitar Because yesterday evening In local The evening time Made fire And sitting around the fire And he brought His bass guitar And this bass guitar looks Very nicely And everyone Wow, you have bass guitar Wow And bass guitar Has nice form Especially It's top model It's especially beautiful And the Sounds so juicy So And He told What is why This analogy Comes to me Yeah Поэтому А если представить Как прийти на концерт Но у тебя нет струн То Ну Классно Красиво Но Дальше ничего не происходит Ну Вот Что делать Звук А нельзя Нет звука If you come in to The concert With such guitar With beautiful form But no strings No nice music Coming It's It means Form is good But no music Grazie 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 Продолжение следует...